В ЕГЭ по русскому языку есть несложные задания, ну, по крайней мере, по статистике, и я предлагаю в этом ролике их рассмотреть. Тема – самые легкие задания ЕГЭ по русскому языку. Меня зовут Александр Долгих, сегодня я буду говорить не только про перечень заданий, но и определенные сложности, тоже мы обязательно обсудим, которые в этих заданиях есть. Это экзамен по русскому языку, извините, тут очень много сюрпризов. Значит, первым делом я бы хотел ответить на вопрос, сколько всего может быть ответов. Для многих выпускников это на самом деле, ну, что-то новое. Я все задания делю на три группы. У нас есть первая группа, где у нас множественный выбор ответов, на самом деле по статистике, а я читал книги по статистике, это самое сложное. Значит, когда нам дают пять вариантов, запомните, что у нас всегда от двух до четырех правильных ответов. Это задания 2, задания 3, 4, это практически все задания на орфографию, кроме 15-го. Это задания под номером 16 в разделе пунктуация. В общем, достаточно серьезные задания имеют именно множественный выбор ответов, и мы видим по изменениям, что все идет к тому, что у нас будет все больше и больше таких заданий. Далее вторая группа, это, знаете, нужно ответить столько, сколько нужно, да? Например, в задании под номером 8 у нас всегда 5 ответов. В задании под номером 26 сейчас у нас 4 ответа. Ну, а дальше есть определенный блок заданий, где ответов может быть то количество, которое необходимо. Ну, в 15 номере, например, это N и NN, да, для многих удивление, что может быть один ответ, но он может быть. Или там задание под номером 17 на причастные, где причастные обороты. Задание под номером 20 на пунктуацию в предложении с разными видами связи. В общем, имейте в виду, да, такие секретики тоже есть. Ну, и третья группа, это задание, где нам необходимо выписать слово. И вы знаете, здесь я дам достаточно такую простую рекомендацию. Если нам нужно выписать слово, и в задании написано, там, найдите слово с таким-то значением или что-либо еще, да, выпишите слово в той форме, в которой оно представлено в тексте. Ну, а где-то, да, там, например, в задании под номером 5 или в задании под номером 6 нам все-таки необходимо, ну, и в задании под номером 7 тоже, нам необходимо изменить слово, изменить слово в рамках контекста. Ну и в задании под номером 1 нужно подобрать слово, которое подходит под контекст. Ну вот получается рекомендация про форму слова только в 24-м задании работает. Ну ладно, есть и есть. Все, с этим разобрались, теперь поняли, да, мы понимаем с вами, из чего стоит экзамен по русскому языку. Далее, что за ловушки ЕГЭ? Значит, смотрите, я абсолютно все задания делю на три типа. И сейчас мы с вами будем обращать внимание на статистику за предыдущий год. Да, у нас пока нет статистики за этот год, но тем не менее, есть точное задание красной группы, это я их так называю. Это задание, которое определяет 90+, вообще готовы к этому баллу или нет. Потому что, ну давайте так, 100 баллов на экзамене по русскому языку на шару никто не набирает. 90+, тоже никто не набирал, не набирает, да. И с учетом изменений, вы, наверное, знаете, что ЕГЭ 20-24 имеет средний балл очень низкий. Самый низкий за последние 11 лет, да. Об этом еще объявят официально осенью. Ну, в общем, смотрите. У нас есть задание красной группы, это задание для отличников, для ребят-высокобальников. Есть задание желтой группы. Это тоже сложные задания, да, но которые решают ребята, которые целятся на 80+. Хотите 80+, надо решать это задание. Но, обратите внимание, есть еще задание зеленой группы. Это задание для всех. Это задание, которое вроде бы решают, ну, нормально многие, да. Ничего сложного в них нет, но вы сейчас удивитесь, какая у нас статистика. Но давайте посмотрим. Да, у нас есть задание красной группы. Это задание 12 спряжения, да. Ну, точнее, про описание лично, окончание глаголов и сухих причастий. Но в этом задании нам нужно изучить, ну, извините, 4 правила. Да, там 4 правила. Сложность, видимо, в чем-то другом. Если, кстати, нужен ролик по 12 номеру, напишите в комментарии. Задание 16 тоже вроде бы, да, интересная история была про 16 номер. Смотрите, это пунктуация в ССП, сложносочненном предложении. Это пунктуация приоднородных членах. У нас когда-то было задание, ровно такое же задание, но нас просили выписать только 2 предложения. Да, то есть выбрать 2 предложения, где нужно поставить только одну запятую. 2 предложения из 5. Все. Тот же теоретический материал. Процент выполнения там был, ну, что-то рядом с 8-10, понимаете? 80 процентов. 80. Это же шок. Потом, значит, ФИПИ, да, изменил это задание и сказал, слушайте, а давайте оставим то же самое, только теперь ответов будет от 2 до 4. И процент выполнения, вы видите, да? Ну, он, извините, он изменился кардинально. Это о чем говорит? О том, что выпускники, типа, стали хуже изучать пунктуацию? Да нет, конечно. Просто до этого, да, ну, там, некоторые ребята на шару получали свои баллы. Ну, а мы с вами видим, что все изменения связаны с тем, что на шару теперь за экзамен по русскому языку вы не получите ни один балл. Ну, задание 20 исторически сложное. Задание 21, да? То есть, видите, очень много заданий красной группы из раздела пунктуация. Ну, и задание 25 тоже на связь предложений. Ну, вообще, связь предложений, связь элементов текста. Это задание под номером 3, да? Вообще, написание комментариев, это всегда было сложно для выпускников. Ну, кстати, вы можете посмотреть, например, скачать файлик из моего телеграм-канала, ссылка в описании. Там я собрал реальные задания ЕГЭ 2024. Ну, посмотрите, какой вообще уровень. Там несколько, по-моему, заданий вот этих красной группы есть. Далее, задание желтой группы. Обратите внимание на процент выполнения. Это все до 60. До 60, представляете? Все сдают экзамен по русскому языку, а мы говорим о том, что желтая группа, потенциальные 80+, это все до 60. Это шок. 6 из 10 решает эти задания, да? То есть, ну, половина выпускников, понимаете? Представьте свой класс на уроке по русскому языку, да? И вот отсеките половину. Вот столько, ребят, решат задания желтой группы. Это потенциальные 80+, бальники. Шок, да? Говорит о том, что к экзаменам по русскому языку, конечно, важно готовиться, потому что экзамены такой легкий, как хотелось бы. И мы с вами видим задание 3. Многие, кстати, его боятся, но его надо решать правильно. Задание 3 всегда нужно разбирать в самом конце вашей программы. В самом конце. Потому что оно очень комплексное. Большой вопрос, почему оно стоит третьим. Но логика тоже, по сути, понятна, потому что вы же готовитесь к экзамену по русскому языку, ну, зная всю теорию. Ну, ладно. Значит, задание 4. Ударение. Нам дают список ударений. Говорят, ну, смотрите, все, это выучите и решить задание. А процент выполнения 58. 10, 11. Вот здесь орфография уже пошла, да? Задание 18. Водные слова, обращения. Ну, давайте, два правила. Обращения обособляются всегда, водные слова обособляются всегда. Почему процент выполнения 59? Тонкости. Экзамен по русскому языку равно тонкости. Запомните это. Ну, и задание 23 тоже, да? Значит, описание, повествование, рассуждение. Что может быть вроде как проще? Ну, вот мы с вами видим, что 53% выполнения. Далее. Значит, ну, это все понятное дело, да? Что все остальные задания от задания зеленой группы, но они тоже, извините, не такие простые. И вот мы с вами видим задание красной группы, задание желтой группы. Это те задания, на которые нужно обратить внимание при подготовке. Особенно при самостоятельной подготовке. Либо, если вы занимаетесь с кем-то, вот прям, ну, поспрашиваете, а в чем особенность? А почему, как вам кажется, плохо решают этот номер? А почему этот? А, да и вообще, кстати, можно проверить, да, вот спросить, спросить педагога, ну, или там, не знаю, коллегу, как вы, в общем, чувствуете? Спросить, почему или какие задания, на ваш взгляд, самые сложные, да? Или какие задания плохо решают? Ну, почему бы нет, да? То есть, послушать мнение, это всегда-всегда полезно, потому что высокий балл – это не только безупречное знание теории. Не только, поверьте, это 100%. Ну, и вот, значит, когда мы говорим про то, как готовиться к экзамену, я рекомендую ровно такой план. Кстати, ровно таким образом я рекомендую вам решать, кем, да? Сначала разбирать, конечно, основные разделы, это раздел орфографии и пунктуация. Далее перейти к разделу грамматика, я не знаю, да? Ну, задание 8, на мой взгляд, идеально изучать после изучения раздела пунктуации. Идеально. Там вот все по полочкам раскладывается. Раньше, ну, можно и раньше, наверное, но вот я всегда даю после раздела пунктуации, всегда вообще задание номер 8, мы щелкаем как орешки с моими учениками. Только потом раздел культура речи, или можете, кстати, летом даже, мы на летнем курсе, кстати, вы можете записаться на курс годовой, да? Прямо сейчас, и мы уже начали подготовку, вы ничего не пропустили, все можно посмотреть, каждый урок самостоятельный. В общем, супер. Вот. Задание на культуру речи я предполагаю, либо летом нужно разбирать, либо после итогового сочинения, потому что до итогового сочинения, в принципе, ну, ладно, задание 6, может быть, нас интересует, и оно будет в программе, конечно, да? Ну, чтобы не допустить речевую ошибку, да, основы речевых ошибок закладываются здесь. Далее раздел работы с текстом, это тоже только после итогового сочинения. Ну, и пишем сочинение, сочинение в формате ЕГЭ тоже можно оставить на потом, хотя, вы знаете, когда вам говорят о том, что там сочинение ЕГЭ и итоговое сочинение, это две разные работы, ну, бросьте, и там, и там нужно написать сочинение рассуждения. Там принципы, может быть, и разные, да, где-то, но, хотя даже и принципы одинаковые, вам нужно раскрыть тезис. Просто в итоговом сочинения вы раскрываете свой тезис, то, что вы вот отсюда взяли, а в сочинении ЕГЭ нам нужно мысли автора обозначить, ну, если у нас будут определенные изменения, да, а говорят, что, посмотрите, кстати, ролик про изменения, он есть на моем YouTube-канале, значит, говорят, что нам с этого года будут давать проблему. Хорошо это или плохо? Ну, конечно, это усложнение, конечно, это усложнение, вот, но, ладно, усложнение для ребят, которые хотят получить на шару баллы, но у нас таких нет, у нас все нормальные ребята. В общем, дорогие мои, легкие задания, это все те, которые не входят ни в красную группу, ни в желтую группу, можете посмотреть, что это за задание, кстати, летом очень здорово, наверное, посмотреть, изучить, из чего стоит экзамен по русскому языку. Именно этим мы занимаемся с моими учениками, ну, а вам рекомендую записаться на основной курс, на летний курс сейчас, да, и готовиться вместе на самые высокие баллы. С вами был Александр Долгихов, у меня школа Умскул, грамотно быть модно, до встречи.